Всем привет друзья! Вот у нас немного потеплело и начали потихонечку покупать рассаду томатов на высадку в открытый грунт. И в этом видео я хотел бы вам рассказать какие сорта томатов лучше всего покупают уже на протяжении долгого времени и самые красивые в рассаде. Сделаю небольшой обзорчик и расскажу. Значит так, самый популярный сорт у нас почему-то Санька. Вот этот ряд у нас уже половину раскупили. В одном ряду примерно по тысяче штук мы сажали и вот еще один посадили. Самые популярные сорта мы побольше стараемся сажать. Вот это тоже все Санька. Вот такая вот рассада. Рассада хорошая, вид у нее красивый. Такой средненький, не сильно толстый, не сильно тонкий, не вытянутый. Стандартный сорт такой. Но почему же любят именно Саньку и за что? Дело в том, что это самый ранний сорт, который мы выращиваем. Он созревает раньше всех. Вот и люди его знают. Он очень популярный. По вкусовым качествам я не могу сказать, что он самый лучший. Но он довольно таки вкусный, с небольшой кислинкой томат. Стандартный, круглый по 100 грамм. Примерно я даже снимал отдельный обзор на этот помидор. И ну просто факт есть факт. Его очень хорошо покупают. Особенно я заметил, мы также продаем семена и постоянно семян не хватает. Очень быстро их раскупают, хотя я заготавливаю достаточно много. Вот именно Саньку. Еще большое преимущество в том, что он очень урожайный. Кусты буквально обсыпаны плодами и неприхотливый. Он не часто болеет, в принципе. Непогода ему нипочем. И жару, и холод, и дождливые погоды он нормально переносит и не склонный растрескиваться. Вот. Наверное, поэтому его и любят, потому что он беспроблемный. Его посадил и точно будет с урожаем. Еще хорошо берут. Это уже точно проверенные мной сорта. Именно в плане продажи рассады мы их постоянно сажаем. И рассада сама по себе красивенькая, крепкая, зеленая. Это вот новичок. Новичок он такой вытянутый, как сливка. Белый налив. Дар за Волжи. Это, в принципе, такие очень похожие томаты и по форме, и по строению куста. Круглые по 100 грамм. Томатик довольно-таки вкусный. Может, даже повкуснее, чем Санька послаще. Джина. Джина тоже. Ее преимущество. Она очень красивая в рассаде. Вот. Тейджину, в принципе, тоже многие знают. У нее такие широкие, красивые листья. Рассада крепкая. Вот уже даже пасынки пошли на некоторых, на крупных. Вот. Дальше у нас там идет розовый фламинго. Ляна. Но это уже поменьше идут кустики, которые мы недавно распикировали. Волгоградский. Бычье сердце. Волгоградский. Ранний, поздний. Ириогранде. Теперь, друзья, я вам расскажу про два сорта, которые берут похуже, чем все остальные. То есть, на них сильно не разгонишься. И сильно много их сажать как бы нет смысла. Первый сорт это Добарао черный. Вот он он. Я все равно его сажаю для ассортимента. Хотя его весь не раскупят. Это точно. Сколько купят? Примерно чуть больше половины. Это я так уже прогнозирую. По сравнению с предыдущими годами. Остальное я все высажу себе. Я сам лично люблю очень этот сорт. Он беспроблемный. Его плохо берут, потому что он высокорослый. Два метра и выше. Его нужно подвязывать, посынковать. А у нас как бы не любят этим заниматься. Клиенты в основном берут для того, чтобы высадить в огород. И поменьше им уделять времени. Чтоб оно все росло само собой и давало много урожая. Добарао все-таки нужно как минимум подвязать и посынковать. Хотя я выращивал и в открытом грунте его. Не подвязывал, не посынковал. Он рос как рос. Значит, кусты лежали на земле и тоже давал отличный урожай. Его плюсы. Он очень вкусный. Вот, по моему мнению, все линейки Добарао черный самый вкусный. И он очень урожайный. 5 килограмм с куста он даст без проблем. Дальше. Его преимущество в том, что он постоянно вяжет плоды до самых морозов. Он дает и дает и дает урожай. То есть это вообще беспроблемный сорт. Еще один недооцененный сорт. Ну, который плохо покупают. В общем, это хурма. Вот рассада хурмы у нас. Для тех, кто не знает, хурма – это оранжевый, желто-плодный томат. Вот он у нас растет. Вкуснейший томат для салатов. Но назначение его не сильно широкое. Скорее всего, только салатное. А на закрутку он... Ну, желтые томаты не все любят закручивать. Вот. Поэтому вот так. Ну, хурму я тоже очень люблю. Поэтому ее выращиваю. И для разнообразия берут. Но не массово. Массово люди предпочитают. И мы больше всего всадим красных томатов круглой формы до 100 грамм с целью дальнейших закруток. Вот такое люди берут массово. И розовые предпочитают томаты, которые покушать на салат, которые повкуснее. Из розовых я посадил микаду розовый. Ну, это высокорослый, крупный розовый. Для ассортимента, да. Чтобы был крупный розовый томат. Я с ним еще не знаком. Буду пробовать выращивать. Вот. Ну, заказал семена. И вот розовый фламинго. Мы тоже выращиваем постоянно. Он... Его плюсы очень красивые в рассаде. Видите? Он очень похож на волгоградский. С строением листа. Листья широкие. Низенький, крепкий. И сам по себе этот томат, он низкорослый. До 70 сантиметров. Вот. И плюс ко всему розовый. И очень вкусный салатный помидор. Друзья, в общем, по поводу рассады томатов. Кто хотел бы заниматься рассадой на продажу. Тут в первую очередь нужно просто понимать, что вообще хочет клиент. Кому мы будем продавать рассаду. Особенно, если мы занимаемся в более-менее больших количествах, да. Какие сорта подбирать. Какую рассаду вырастить, чтобы у нас ее хорошо покупали. Мы не должны думать именно о тех сортах, которые мы сами хотим. Мы, может, любим какие-то там исключительно крупные розовые. Или определенной формы там с носиком томаты, да. Или просто какие-то сорта нам понравились. Но это не значит, что мы их вырастим. У нас их будут хорошо покупать, да. Как на примере у меня Дебрао черный. Один из моих любимых сортов. Но покупают его плохо. Поэтому, чтобы заработать на рассаде, мне нужно думать про потребности клиента. А их я уже озвучил. Это, во-первых, невысокие детерминатные сорта. С ограниченной точкой роста, которые растут, ну, максимум до метра, да. Выше. Это уже нужно подвязывать. Это желательно нужны теплицы. А теплицы не у всех наших клиентов есть. У меньшинства, я бы даже сказал, процентов 10, может, людей имеют у себя дома какой-никакой парник. А так в основном рассаду покупают для открытого грунта. Вот поэтому мы и должны выбирать такие сорта, которые на закрутку идут. То есть, они уже будут в августе созревать, да. Их собирают делать томатный сок, закрутки и так далее. На консервацию, в общем. Вот. Это самая массовая идет. Форма желательно идеально круглая. Еще неплохо берут сливки. Но это тот, кто уже распробовал. Например, сорт Риогранде у нас неплохо идет. Следующий момент. Это популярные названия сортов. То есть, сорта, проверенные временем, которые по 20, по 30 лет на рынках продают уже. Санька, Ляна, да, вот такого плана. Джина, Волгоградские. Эти сорта просто знают. Даже само по себе название знакомое. Кто в сортах в рассаде, в принципе, не разбирается. Но этот сорт есть у многих на прилавке. Многие его продают. И многие про них слышали. Их просто берут и покупают. И еще один критерий такой, менее важный, но все-таки важный. Это красота рассады. Насколько красивую рассаду вы сможете вырастить. Но этот фактор зависит не только от вашего мастерства выращивания рассады, а от характеристик сорта. Детерминатные сорта с красивой крупной листвой, конечно, они будут выглядеть покрасивее. Например, Волгоградский 5.95. Очень красивый сорт в рассаде. Толстый, коренастый, выносливый. Но он не самый вкусный, честно говоря. Хотя на любителя он довольно-таки кислый томат. А многие, наоборот, кислинку любят. И его все равно покупают. Пусть он даже не самый вкусный. И один из критериев это красивая рассада. Человек видит красивую рассаду и покупает. Вот у нас тут, например, есть рассады. В прошлом видео я показывал рассада томатов гномы. Гномы это серия томатные гномы. Они в основной своей массе невысокие. Хотя есть и высокорослые сорта. Тоже очень красивые в рассаде. Прям идеальный такой габитус. Крепкая нога. Крепкий стебель. Листья широкие. Но тут гномы тоже на любителя. Они разные бывают. Вот есть с картофельным типом листвы рассада. Многие думают, что это картофель. Или на баклажан похоже. Но это все растения одного семейства. Но вот с таким картофельным типом листа есть сорта. Но не факт, что рассада красивая. Будет вкуснее, чем, допустим, вот такие вот сорта. Которые более тонкие, более высокие. Они индетерминантные. То есть красота рассады это не самый главный фактор того, что сам сорт будет вкусный и качественный. Но так как клиент смотрит у нас на рассаду, когда покупает. Поэтому это тоже немаловажно. Вот такие заметки на сегодня у меня, друзья, по поводу продажи рассады. Поделился немного своим опытом. По поводу выращивания рассады. Я уже снимал много видео на эту тему. На различные темы. Закаливание, пикировка, подкормки и так далее. Видео будут в конце этого видео. Ссылки переходите, смотрите, кому это нужно. А также я хочу пригласить вас подписаться на мой телеграм-канал. Там тоже много полезных материалов. Я делюсь там видео, фото нашей работы. Различными заметками, таблицами. Объявления о продаже нашей продукции. Также вот начал недавно новую рубрику. Разбираю проблемы с растениями моих подписчиков. Кто присылает с фотографиями. Я стараюсь разобрать проблему. Помогаю по мере своих сил и по мере своих знаний. Кому интересно, переходите по ссылке в описании под этим видео. Я думаю, будет полезно начинающим садоводам-огородникам. Ну а на этом у меня все. Всем пока. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok